Рига. Самый большой город Прибалтики и по совместительству столица Латвии. За три минуты мы узнаем, почему в ней проживается выше третье население страны, а также посмотрим здешние достопримечательности. Поехали! С первонаперво полезно знать, что исторический центр Риги располагается на западном берегу Дауковы. Ведь в начале 13 века Рига была одной из крупнейших крепостей Европы. Город окружали мощные стены, на которых размещались пять бастионов. Потом, в 1861 году, была построена железная дорога Рига-Дауковпилс и открыта Рижская железнодорожная станция. В связи с этим в Риге начался стремительный рост торговли и промышленности. Численность населения с 1800 по 1913 года выросла в 80 раз, а площадь территории города увеличилась в 10 раз. И сейчас это самый многонаселенный город Прибалтики с населением 610 тысяч человек. Конечно, я не могу не упомянуть, что с 1990 года численность населения сильно сократилась и продолжает снижаться. Туризм – важный источник доходов города, ведь около 90% туристов, посещающих Латвию, направляются именно в Ригу. Давайте разберемся, чем же Рига их так привлекает. В 2014 году Ригу выбрали культурной столицей Европы. В связи с этим было начато воплощение нескольких инфраструктурных проектов. Например, строительство Латвийской национальной библиотеки. Рижская телебашня, расположенная на острове Закусала, является самым высоким строением Риги и всей Латвии в целом, ведь ее высота составляет 368,5 метров. Это делает ее самым высоким сооружением в странах Балтии и третьим по высоте зданием в Европе. А еще в центре Риги сохранился Старый город, признанный наследием ЮНЕСКО. Центром Старого города является Ратушная площадь. Отсюда видно дом Черноголова, который был разрушен в ходе войны и восстановлен лишь в 1999 году. Он использовался в качестве места для собраний. Через 20 метров расположилась церковь Святого Петра, где можно подняться на смотровую площадку. Вот это, пожалуй, действительно самое красивое место в Риге. Обошлось оно мне в 3 евро, если честно, я думал, что бесплатно, а взрослому вовсе 9. Гуляя по паркам, мы дойдем до сада Виэстура. Первый в истории города публичный сад, который в 1721 году был основан Петром Первым. Не могу не упомянуть и бастионную горку, через которую протекает городской канал. Тоже очень красивый и спокойный парк. В заключении могу сказать, что, конечно, на Риге Латвия не заканчивается. В этой стране есть много красивых мест и городков, на которые тоже стоит взглянуть. Когда-нибудь мы это обязательно сделаем. Спасибо за просмотр! Спасибо! Подписывайтесь на наш канал! Whilegri-FlFin Подписывайтесь на наш канал! И until next 30!